И вот И погромщики в заклане Будут сжечь свои кресты Нам не ждать небесной манны Господи, грехи прости Путь к земле обетованный Самый верный из шести В кровь ступни И наши души Вновь сжигают на костре Что им стоит храм разрушить Нашим братьям во Христе Вновь проглочена обида И запито не водой Ты сияй, звезда Давида Путеводною звездой Ты сияй, звезда Давида Путеводною звездой Вновь погромца Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один, благословенно славное имя Царства его веки. Аман. Шаббат шалом, учитель Александр. Шаббат шалом! И мы желаем всем нашим слушателям и зрителям также благословенного шаббата. Шаббат шалом, дорогие наши радиослушатели и зрители. И я напоминаю, что мы в прямом эфире. Нас можно слушать в Риге, в Латвии, на радиоцентрах на частоте 1602 АМ для всей Европы, включая Россию, Белоруссию и Украину, а также, конечно, все прибалтийские государства, Польшу, Финляндию, Швецию. И в двух штатах, в Орегоне и Вашингтоне, мы также и на двух волнах. Ну и, конечно, в интернете и на Facebook Live, и на канале YouTube, на различных каналах. Пожалуйста, настраивайтесь вместе с нами на разбор Тары. Я напоминаю, что мы изучаем очень интересную книгу, книгу «Второзаконие». И эту книгу, которая в еврейской традиции называется «Деварим», мы продолжаем изучать на протяжении уже нескольких дней и еще будем продолжать. И сегодня у нас глава Реэ. Это главы с 11.26 по 16.17. И я попрошу учителя Александра совершить молитву перед тем, как мы будем сейчас читать вместе с вами этот отрывочек. Пожалуйста. Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной, который избрал нас из всех колен, народов, племен и языков и даровав нам свою Тору. Благословен Господь, дарователь Торы. Амин. Ну и по традиции, учителя, вам сейчас нужно будет прочитать эти строчки первые на иврите и перевести, чтобы понять, что же такое Реээ. Итак, давайте потихонечку мы с вами прочитаем. Реээ анхи нотэн лфанэйха айом браха уклэля. Эт хабраха ашэр тишмэу аль митсвот адонай элхэйхэм ашэр анхи мацавэ этхэм айом уклэля им лё тишмэу ать митсвот адонай элхэйхэм. Вэ сартэм мин гадэрэх ашэр анхи мацавэ этхэм айом ла лэхэд ахэрэй элхэм ахэрим ашэр лё ядатэм. Смотри, я перед тобой кладу сегодня благословение и проклятие. Благословение будет, когда ты будешь слушаться заповедей Господа Бога твоего, которые я заповедал вам сегодня. Проклятие, если ты не будешь слушаться заповедей Господа Бога твоего и отвернешься от пути, по которому я заповедал вам сегодня идти, идти. И пойдешь вслед других богов, которых ты не знал, которых вы не знали. Ну вот. Значит, рэээ это смотри. Ну да, смотри тебя есть. Это, кстати, очень-очень важные слова. И я скажу, если бы Кальвин хорошо читал и любил, ну, мы, думаю, знают все такого реформатора, да? Если бы Кальвин любил и так вот Тору и начинал бы с Торы, то он бы никогда не пришел к своей идее предопределения. Потому что здесь смотри ты. А я, говорит Господь, перед тобой положил как благословение, так и проклятие. Вот. То есть ты можешь выбрать. У тебя есть путь. Ты можешь пожать. Называется, что посеешь, что пожнешь. Ты можешь пожать благословение, ты можешь пожать проклятие. Учитель, я бы хотел у вас спросить, что такое благословение и что такое проклятие? Дело в том, что когда мы говорим о вот этих вещах, вот, и здесь нам важно очень видеть библейский текст. Библейский текст у нас очень четко прописан в книге Левит, 26 глава. И здесь нам, в частности, говорится, значит, если будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете сохранять и исполнять, то дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение свои. Дерева полевые дадут плод свой, молодьба хлеба будет достигать собирания винограда, собирание винограда достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, и ляжете, никто не обеспокоит. Вот, сгоню лютых зверей с земли вашей, меч не пройдет по земле вашей. Будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. И так далее, и так далее. То есть, целый, как говорится, набор. Букет. Да, пакет того, что называется благословением. Ну, а обратное, если не послушаете, не будете исполнять заповеди сих, и душа возгнушается моими законами, то дальше идут проклятия. То есть, как говорится, что посеешь, то пожнешь. Тут очень важно увидеть слова в Таразаконе 11 глава. Тут красиво сказано о заповедях. Написано проклятие, если не послушаете заповедей. То есть, вот здесь именно речь идет о Митцвод. Обратите внимание, мы уже говорим. Говорили раньше Мишпати, мы говорили Хукот. Давайте кратко напомним. Итак, может такой Митцвод. То есть, когда мы говорим о 613, и как в еврейской традиции говорят Митцвод, и как сегодня некоторые христиане, которые, да, увидели, что суббота – это день Господень. Очень хорошо, и это правильно, и я с этим согласен. Но теперь они говорят, а мы вот будем сейчас все 613 заповедей соблюдать. Это, конечно, хорошо и прекрасно, вот, и хорошо, что эти пастыри слушают раввинов периодически, пытаются что-то переводить себе, как-то это приспосабливать к культуре, которой они как бы живут. Но тут вопрос очень такой простой. Однозначно, что, чтобы ты не пытался сделать все 613 заповедей, они, ну, из них огромное количество относятся к храму. К храму – это что? Это какой из этих трек? Митцвод, Хуким – это храм. Да, Хуким – это храм. Мишпатим – это судебные прецеденты. А митцвод – это этика. А митцвод? Мишпатим – это, кстати, этика. Мишпатим – этика. А митцвод? Вот что здесь указывается, что такое митцвод? Как вот это охарактеризовать, учителя, митцвод? Вот смотри, не послушайте заповеди и уклонитесь, и уклонитесь от пути, которую я заповедовал вам сегодня. То есть есть путь. То есть заповеди – это фундаментальные вещи. Это главные вещи, главные принципы. Прецеденты – это уже этические принципы, которые вытекают из главных принципов. А главные принципы, они тоже очень важны, и это путь, по которому Бог хочет, чтобы мы шли. Это главные принципы считаются. Митцвод – это главные принципы. Видите, мы с этим разобрались. Учитель, у меня напрашивается такой вопрос по этому поводу, по поводу благословения и проклятия. А работают ли сейчас эти строчки? Работают ли они у христиан? И если работают, то как мы это понимаем сейчас? Вот благословение и проклятие. В чем же оно заключается? Глядя сейчас на второзаконие, вот на эти главы, главы, недельные главы РЭЭ, как они сейчас работают в христианстве? Да очень просто, так и работают. Как? Если человек не хочет идти по пути, который Бог перед ним начертал, а выбирает свой какой-то путь, вот это и получается, извините, проклятие. Понимаете? То есть тут, может быть, нету таких вот обстановки, потому что здесь Господь должен вести себя в землю и так далее, и так далее. Но я скажу, проклятие работает. Вот я, вот начнем с простого примера. Возьмем, например, нашу язву сегодня, как наш президент это называет, уханьский вирус. Вот. Америка очень серьезно страдает от этого. Очень серьезно. И есть на это, оказывается, причины. Вирус COVID-19. Он не является убийцей. Это не причина смерти. Именно поэтому 60% людей, которые заражаются COVID-19, они переносят это даже в такой неприятной тяжелой форме, но в больницу на вентилятор не попадает. Кто попадает? Попадают обычная категория людей. То есть обычно это иммунно-дефицитные люди. Это однозначно. У кого там пересадка почки и так далее. Но кроме этого, диабетики. То есть если осложнения гриппа и прочих всяких гриппов действовали только на очень слабую вот иммунную категорию, которая вот с трансплантациями и так далее, целый ряд заболеваний, которые есть, но статистически их намного меньше, чем диабетиков. А у нас страна диабетиков. А почему у нас страна диабетиков? Давайте разберемся. Я скажу, я через это сам прошел. У меня была серьезная личная ломка организма. Последствия того, что как я жил, не самые лучшие сегодня, но делаем все, что можем, когда осознали. Я скажу одну вещь. Я 20 лет назад подсел на американскую пипси-колу. Я садился в самолет, заказывал себе пипси-колу в американском. Или, допустим, но когда я попадал, летел в Европу, и на европейской компании мне давали ту же кока-колу или пипси-колу... Она была не сладкая. Горькая мне казалась. Правильно. И я помню, знаешь, так... Вот. Я помню в Москве раз попил кока-колу. Горькая. Я думаю, что такое? Я приезжаю в Америку. Такой довольный. Типа сладкая пипси-кола. Опять. Ага. Наделал я себе на всю жизнь. Беды наделал себе. Бог милостив, слава Богу, не довел себя до диабета. Слава Богу. Бог меня остановил. И голова заработала. Но вы считаете, это вот такое наказание? А я сейчас тебе дальше расскажу. Значит, я задался... Я тебе расскажу еще одну вещь. Попробуй американский торт из Костка. И попробуй в Москве торт. Ты ощутишь разницу? Да, разницу очень больше. И какая? Из Костка они очень сладкие. Правильно. Настолько приторные, что уже я со своим привкусом пипси-колы это в рот взять не могу. Американцы это едят. И едят и обожают. Я тогда однажды летел из Европы. И был один товарищ, который из Венгрии со мной летел. Он американец, венгерского происхождения. Работал в каком-то журнале по пище. В общем, что такое, какой-то фуд-магазин. Я ему говорю, слушай, говорю, расскажи мне. Вот мы сейчас с тобой попробовали. Ты из Венгрии мне летишь. Предложил кусочек тортика. Это европейский вкус. Я его попробую. Почему в американский я могу, не могу в рот не взять? Ты же понимаешь, ты же разбираешься. Он говорит, садись, мужик, рассказываю. История выглядит так. Пошли англичане открывать Северную Америку при Короле Якове. И пошли открывать для себя Африку. Но им надо, чтобы колонии себя как-то обеспечивали. Что в этой Америке выращивать? На Барбадосе, остров такой, они обнаружили, можно выращивать сахарный тростник. Кто будет выращивать сахарный тростник? Пошли в Африку, понакупили у этих арабов, чернокожих рабов. И понеслась работорговля в 17 веке в христианской Англии. А заповедь знаете какая? Знаешь, какая заповедь? Исход 1.26. Если кто украдет человека и продаст его, тому смертная казнь. Вот вам заповедь. Так? Интересно. То есть заповедь очень конкретная. Против работорговли. Есть разные формы работорговли. Меня сегодня спрашивали за сутенерство и проституцию. Так вот, как сказать по-русски human trafficking? Ну, так оно и есть. Как сказать, как это называют? Это проституция. Не-не, ну, человек, когда крадут, заманивают несчастных девушек, отбирают у них все, и давай их пойти, дома публичные, заставлять избивать их? Принуждение, принуждение. Это жаботорговля. Это форма работорговли. Это эксплуатация. Это сексуальная эксплуатация. Ну, это работорговля. В Торе это... Да, да, да. В Торе это работорговля называется. Вот это форма работорговли. Учитель, ну не все же такие у нас плохие. Слушай, так я тебе дальше рассказываю. Так? Вот это вот началась работорговля. Англия это поддерживала. То есть сегодня сколько населения Америки чернокожие, это результат вот этого human traffic. А почему в России, в Украине люди помирают? Там тоже с Coca-Cola что-то не так. Я тебе рассказываю цепочку, цепочек много. Я тебе сейчас дорасскажу. Начали они выпускать этот тростник сахарный и сахар гнать. Милое дело. Нагнали его столько. А куда продавать? И давай рецепты менять. И вот с времен работорговли, и особенно на американском юге. Уж знаешь, такое есть выражение американского. I have a sweet tooth. У меня сладкий зуб. Типа это человек сладкоежка. Я сегодня получил удовольствие. Сел на велик, поехал там по дороге к озеру, нашел кусты этой ежевики. Знаешь, почему я туда поехал? Я поехал, потому что я увидел на вот этом соцсете американской, Next Door или как она называется, такой вопрос. Где можно пособирать ежевику? Потому что я мечтаю сделать джем из нее. Я ел эту... Зачем из чего-то натурального делать полный джанк? Американцы фрукты не умеют кушать. Они берут любой фрукт, перси... И делают из него сахар. И забивают это все сахаром. Я не понимаю, зачем им этот фрукт нужен. А я не говорю о продуктах. И всю Америку... Вот это вот с времен работорговли, вот это они себе такую культуру сделали. Поэтому Америка это страна диабетиков. Самое страшное, что сами потомки чернокожих рабов из-за недостатка образования, они, к сожалению, сами на этом сахаре еще больше, чем белые американцы подсели. И именно поэтому статистически чернокожее население еще более считается группой риска и попадания. Я здесь говорю не про заболевания. И я скажу так, статистически в России на вентиляторы попало... Заболело много, а на вентиляторах меньше. Потому что диабетиков меньше. А в Америке процент попадания на вентиляторы выше. Потому что вот оно так. Вы считаете, что это вот... А я показал просто одну из цепочек. То есть вот нарушила Англия заповедь. И вот это оно вылезло. Хорошо, учителя. То, что в Америке статистически диабета больше, из-за вот этой культуры, которую они себе сахаром сделали, включая... Это вот это одна. Я про... Таких цепочек очень много. Вы привели примеры, то, что мы сейчас видим. А вот если мы возьмем духовную часть проблемы, вот в церквях, например, в собраниях сегодня, в синагогах, где больше благословения, а где мы видим проклятие? Если мы сравним церковь, если мы сравним с синагогами, мы видим достаточно большую разницу. Мы смотрим на церковь, там разводы. Мы смотрим на синагоги, там разводов нет. Ага. Ага. Ну, да. В чем проблема? Где мы грешим? Ну, да. Я тебе уточню. Я тебе уточню в вопросе того, что, смотря какие синагоги, если мы говорим об ортодоксальных синагогах, главное, что не ультраортодоксальных. Но это факт. Ольтраортодоксальное еврейское сообщество, которое живет по заповедям, действительно имеет лучшее состояние семьи. Если ты берешь реформистские синагоги, которые говорят, чем нам эти заповеди наших предков, это все сказки. То там точно такие же разводы. Я просто хочу понять, мы в церквях видим сегодня благословение или мы в церквях видим сегодня проклятие? А мы видим сегодня благословение там, в тех церквах, где заповеди так и соблюдаются. И я тебе скажу, если ты меня ведешь на этот путь, у нас написано так. Смотрите. Так, давайте. В второзаконии. Открываем. Вот смотрим. Давайте вместе посмотрим. Сейчас, это у нас... Учитель сейчас открывает у себя, у него все переводы есть. И он пытается найти, наверное, по определенным словам, да? Да, я ищу просто этот текст. Значит, о. Давайте, где это? Нет, нет, нет. Я пока напомню нашим радиослушателям, что мы находимся в книге «Второзаконие» или «Деварим», и сегодня у нас глава Р.Э. И оно начинается с благословения и проклятия. И мы не можем пройти мимо этого вопроса перед тем, как двигаться дальше. Кстати, у вашего покорного слуги, вот учитель знает, висит огромный такой кусок настоящей тары, которому, наверное, лет 400. И этот кусок попал ко мне из Марокко. Это марокканский такой кусочек такой, и вот в нем записан этот отрывочек непосредственно. Кстати, там есть очень интересные буквы, которые сейчас так не пишутся, как раньше писались. Они называют «фани». То есть такие смешные буковки, да, там такие. Я вам показывал, видели, что там интересные такие буквы, которые присущи только в рёной культуре. Что там у нас, учителя, получается? Какое место вы ищете? Я ищу текст, который написан, который говорит, «Не наведёт на тебя Господь». Он почему-то у меня глючит, это самая моя система. Там, значит… Ну, ускорись своими словами. Значит, если вы будете соблюдать заповеди мои, то Господь не наведёт на вас тех болезней. А. Да вот я и пытаюсь. Что-то оно всегда мне находило, оно у меня что-то… Надеть тебе слово «болезни». Да вот оно что-то мне немножко барахлит. Вот, ладно. Что-то барахлит. Учитель, ничего страшного. Давайте мы попробуем подытожить с помощью отрывочка. Значит, суть такая. Если будете соблюдать заповеди мои, то не наведёт Господь никаких болезней… Египетских. Вот про это говорится, помните? Да, да, да. Про язвы египетские. Не язвы египетские. Тех болезней, которые были у египтян. Это «Вайтханан». Это не «Вайтханан», это книга «Исход». А, «Высход» уже. А, окей. Ну, хорошо, всё, мы поняли. То есть, это есть определённо, да. То есть, есть такой момент. То есть, вы хотите сказать, что вот в этом-то суть, да, получается, да, что если будем соблюдать заповеди. Но в христианстве все живут по благодати. Хочешь, ешь варенье, ешь. Ну, знаешь как? Оно по благодати, по благодати, оно, как бы, значит, сказывается. Вот, вот это вот отношение. Потому что вот это вот пренебрежение, я скажу другое, Андрей. Тут ни в варенье дело. Я скажу, куда вот это оно всё идёт. Всё оно идёт хорошо. Нам закон не нужен. Закон не нужен нам. И понеслось, вон, посмотри, по американским церквам, сколько перед церквами уже висят таких радужных флагов. Да, я видел лично недавно, мы проводили специальное поминальное служение на День ветеранов. И там написано, около церкви, в которой было служение, написано, что «very welcome, добро пожаловать». Ну, то есть, пожалуйста, не стесняйтесь, заходите к нам, мы вас принимаем. А что в этом плохого, учитель? Ну, вопрос заключается... Ну, принимаем. Не, ну, тут вопрос не в том, что принимаем. Это здесь вопрос... Ведь церковь может кто угодно войти. Не, ну... Ведь церковь-то не как синагога, где продаётся скамейка. Вот в синагогу такие люди войти вряд ли смогут. По определению, потому что там, там уже количество... Неправда, неправда, неправда. Неправда, потому что в реформистскую могут, там есть раввины, гомосексуалисты, и рабайки-лесбиянки. Такие учились у нас, когда я учился в этом университете. Но у вас тогда богатый опыт. Да, у меня очень богатый опыт, потому что, как говорится, это был для меня такой шок, я не знал, куда деваться, попав в еврейское академическое учебное заведение, когда они как раз первый год начали вот это делать. Да. И принимать, и разрешили. Но тут-то и вопрос. Я скажу, когда наша община Дом Мира здесь в Ванкувере искала церковное помещение, то, пожалуйста, сколько угодно лютеранских... Вот я тебе скажу. Да. Да, значит, лютеранские церкви, лютеранские. Да, лютер основной зачинщик торжества. Нет, он основной сторонник. Давайте отбросим этот закон, потому что нам нужен благодать. То, что сегодня делается во многих русскоязычных евангелических церквах, это все идет от лютера. Лютера, который отверг закон, отверг субботу. Что сегодня прихожу, приходим мы с одним из диаконов смотреть одно помещение. Так все прекрасно. В том раз нам выдают такой пакетик. В пакетике типа велкам все. Мы принимаем все виды семей. Хорошо. Учитель. Понимаешь? Мы принимаем все виды, все типы семей. Так? Я говорю этой пастырше, как это самообъясни. Он говорит, это очень просто. Любви. Все достойны любви и брака. Поэтому все те законы, которые описаны про гетеросексуальные семьи, мы их точно так же применяем про гомосексуальные семьи. Я ей тогда задаю вопрос. Вот аббревиатура L, G, B, T. L и G понятно. Допустим. А что такое B? B это значит, что ему или ей нужен для счастливой жизни еще он и еще она. А заповедь звучит не про любодействие. Вот мне интересно, как B будет выполнять заповедь седьмую, потому что вы скажете, ой, не цепляйся, зачем это нужно, это гомофобное высказывание. О, вот и все. Закон в мусорку, вот вам и результат. Учителя, я сейчас посмотрю, когда в экзамене на гражданство появятся те вопросы. Я посмотрю, как наши люди будут на них отвечать. Вот это самый будет интересный момент. Учителя, я сейчас хочу больше сказать. Вот вы говорите, что вы учились с людьми, которые являются представителем нетрадиционной семьи. А бывает так, то есть вы учили в Иудейской академии. А вот представьте себе, вот вы учитесь в христианской, консервативной, допустим, академии или университете. И потом, спустя многие годы, вы выясняете, что один из ваших преподавателей, скрытый, вот представитель тоже, но об этом он никто не говорит. Разницы никакой нету. Если мы сейчас сравниваем там и там, то разницы-то никакой нет. Учителя, вы знаете, мы с вами зашли в такую большую проблему, которую мы с вами сейчас не решим. Давайте мы подытожим, что благословение – это когда мы соблюдаем заповеди. Ну да, благословение. Когда мы соблюдаем заповеди, мы идем по пути, который нам Бог предначертал. И вот это благословение нам это и описано. И в послании Иоанна, учитель? В соблюдении заповеди есть благословение. Вот об этом пишет нам второзаконие. И вот мне очень интересно, чтобы вы увидели, что в послании Иоанна, по-моему, в первом послании написано… Первое Иоанна, 5-4. 5-4, да. Любовь к Богу заключается в том, что мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Это ты хотел сказать? Да. То есть наша любовь к Богу проявляется в том, что мы соблюдаем Его заповеди. И в этом наше благословение. Да. То есть я скажу так. Для всякого человека, который христианина, который ко мне приходит и начинает рассказывать о том, что я… Неужели я не спасусь, если я не буду соблюдать субботу? Я задаю очень простой вопрос. Скажи, пожалуйста, ты любишь Бога? Да. Хорошо. Открываем Иоанна 14, 5. Если любите меня… Помнишь, что дальше? Соблюдите заповеди мои. Тот же самый Иоанн. Наша любовь к Богу проявляется в том, что мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. А сейчас надо просто ответить на простой вопрос. Если ты любишь Бога, соблюдай заповеди. Суббота – это заповедь или что? И вот очень важно подчеркнуть, что Бог, Он один и тот же. Тот же Бог, который дал те заповеди о вторе, которые мы сейчас разбираем. А, вот наконец-то я нашел. У меня заработала система. Исход 15-26. Это у меня заглючили уже память. Называется. «И если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы, вот я не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я, Господь, целитель твой». Вот, оказывается. Чтобы иметь исцеление от Бога, нужно соблюдать Его заповеди. Так, идем дальше. И к этому я говорил за диабет и за прочие вещи. Да, идем дальше. Мы продолжаем риэ, и переходим к следующей главе, 12 глава. Здесь мы с вами видим очень и очень интересный момент в 20 стихе. Это 12.20. Давайте мы прочитаем. «Когда расширят Адунай всесильный твой, пределы твои, как обещал он тебе, и ты скажешь, поел бы я мясо, потому что душа твоя пожелает мяса, то сколько угодно душе твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя место, которое изберет Адунай всесильный твой, чтобы водворить там имя своё, то зарежь из крупного и из мелкого скота твоего, который дал тебе Адунай, как я заповедовал тебе, и ешь во вратах твоих сколько угодно душе твоей, только как едят оленя и барана». Да, здесь в данном случае имеется в виду не... Да, учители, что это вот такое у нас интересное? ...моим о душе, вот, типа, вот человек умер, вот отделилась, говоря, следующая глава, мы её обязаны посмотреть, как там идёт речь, но и о чём там идёт речь. Они очень хорошо связаны в тринадцатой главе. Ты прочитаешь, но суть заключается в том, что Библия нам очень чётко даёт определение души, как, извините, материальную вещь, если говорить греческо. Как это так? Это как это так? А вот так, а что тогда она ей хочет... В Библии нету такого. Только я прошу ради наших зрителей или особенно слушателей, не звоните нам, скри слово душа в книге Евангелия от Луки, шестнадцатая глава, где говорится о судьбе богача. Где у него душа? И если вы скажете, что это душа, потому что в Аде, то я скажу, с каких пор у души есть глаза и язык. Интересно. То есть, вот эти вот рассказы, понимаешь? А кому Иисус проповедовал, когда вот он три дня и три ночи? А где там слово душа? Вот открой. Я сейчас открою, почитаю. Откройте. Я сейчас почитаю. Где там слово душа? Нет, ну а кому-то он проповедовал? И тогда ведь никто ещё не воскрес. Я сейчас почитаю. Но ведь никто не воскрес. Андрей, я сейчас прочитаю текст. Давай не будем голословные вещи говорить. Это... Давайте посмотрим. Первая Петра 3,18. Так. Давайте посмотрим. Сейчас. Что там ещё конкретно может быть у нас? Ну вот, я сейчас читаю. Первая Петра, вот она. Значит, написано так. Потому что Христос однажды, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщлен по плоти, но ожив духом, так, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал. Где здесь душа? А кому он проповедовал? А кому он проповедовал? Находящимся в темнице духом, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению в одни ноя. Каким духом? Он проповедовал, находящимся в темнице духом. Что такое темница? Тюрьма. Тюрьма. Или ад. Окей. Не, что значит окей? Ну хорошо, ад. А что значит окей? А кто там в аде? Кто? Не, не, Андрей, что значит окей? Хорошо, в аде. Хорошо. Как оно написано по-русски? Находящимся в темнице духом. Интерпретирует находящимся в аде душом. Это одно и то же? Или это не одно и то же? Окей, дух, ну дух это... Надо начать с темницы. Окей. Надо начать с темницы. Ну никто же не воскресал, все лежат в земле, все мертвы. Андрей, надо начать с темницы. Так, так. Где у нас в Библии есть темница и роль Христа? Я тебе скажу где. Исаия 61 глава. Тут все надо быть по Библии, а не по наитию и христианской традиции. Дух Господа Бога на мне. Вот тот дух, которому воскресся Иисус, а жил духом. Почему? Потому что дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы. Кому проповедует Иисус открытые темницы? Кто есть эти узники в темницах? Это не мертвые, лежащие в гробах. Понимаете, мы не верим, что человек умер, за него надо ходить свечку ставить. И если мы хорошо ставим много свечек, Бог грешника из ада в рай переселит. Такого не бывает. И Иисус уже поздно что-то менять, если человек уже умер. Человек умер, его судьба решена. А то, кому проповедует Иисус, духом Господа Бога, который на нем, это он проповедует грешникам, потому что они находятся в темнице в плену своего греха. Это каким грешникам? Живым которые? Конечно, живым. Это как? А так? То есть он пока был... А где что-то он был-то? Не написано, что пока он три дня был в гробу, он в ад ходил. Это написано, что тем же духом он воскрес. Иисус воскрес тем же самым духом, которым он в одни ноя проповедовал еще грешникам. Он никуда не сходил, то есть не написал. Так, хорошо. Фессалоникийцам 5.25. Ну что Фессалоникийцам 5.25? 5.25. Это там апостол Павел. Он что, начитался Платона? Сейчас откроем. Первое или второе? Первое. Фессалоникийцам 5.25. Давайте посмотрим, что там апостол Павел написал. Подожди, при чем здесь? Братья, молитесь о нас. Что ты тут мне такое читаешь? 5.25? Да. Наверное, что-то я мне там написал. Это, наверное, кто-то тебе присылал. Нет, 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 нет. Ну давай попробуем. Подожди, нет. Ну нету. Первое Фессалоникийцам 5.25. Где Павел говорил, что человек, кстати, дух, душа и тело. Нет, так это 5.23. 5.23. Считаю. 5.23. Сам же Бог мира 5.23. Осметит вас во всей полноте. Ваш дух, душа и тело сохранится без пороха. 5.23. Все правильно. 5.23. Дух, душа и тело. Правильно. Где Фессалоникийцам 5.23 говорит о том, что душа после смерти отделяется и живет в независимой жизни? Где это в 5.23 читают? То, что у человека есть душа, я не спорю. Вопрос. После смерти она отделяется? Где Библия говорит об этом? Нигде. Учитель, еще раз. Вы... Вот этот момент я не могу понять. Вот смотрите. Когда Христос три дня и три ночи? То есть, он где был вообще, три дня и три ночи? Он был в гробу. То есть, он был в гробу. Его положили во гроб, и он был в гробу. Он никуда не воскрес. Он лежал в гробу. Правильно. И в это время он вдруг проповедовал. А где ты читаешь это? На каком основании ты говоришь этот нарратив, приписывая его 1 Петра 3.18? Где написано, что он сошел тогда, когда был в гробу? Где такое написано? Это такого не написано. Написано, еще раз читаю. Смотрите. Христос пострадал за грехи. был умер член по плоти. Так. И ожил духом. Умер воскрес. Да. Неоднократно говорится, что Божий Дух воскресил Иисуса. Духом, которым он, находящимся в темнице, духом, сойдя, проповедовал. Где написано у меня, что он сошел во время своего пребывания во гробе в субботу? Где это написано? Из какого такого слова можно это вытянуть? Нету такого. Окей. Он, сойдя, проповедовал духом, которые... Проблема в том, что я говорю, суть проблемы заключается в том, что вот чем отличается... Есть две вещи. Есть экзегеза, есть эйзегеза. Экзегеза это когда мы читаем то, что написано в тексте. Эйзегеза это когда у нас есть понятия сложившиеся и мы загоняем их в текст. Вот первое понятие. Откуда это все традиция берется? Первое. Находящимся в темнице духом. Те, кто говорят, что этот текст говорит о том, что после смерти душа отделилась, они этот текст берут. Но где вы видите слово душа и где вы видите слово ад в этом тексте? пусть мне покажут, на каком библейском основании слово темница и ад это одно и то же. На каком библейском основании слово дух и душа одно и то же. Нету такого. Нету. Этот человек подтасовку делает. Ему нужно подтасовать текст. а какая мне разница от темницы? Сойдет! Не сойдет! Вы сказали, ему нужно. Кому нужно и зачем? Это нужно христианам сегодня, которые взяли небиблейское учение из греческой философии и проповедовали это 18 столетий. А сегодня, когда пришли люди, которые хотят читать Библию, они тоже, они за свою традицию продолжают держаться, но они начинают А, да у нас есть тексты. 1 Петра 3.18 Душа находится в Аде. 1 Петра 3.18 Где здесь слово душа и где здесь слово ад? Это нужно быть слепым, чтобы вот это слушать. Где? Увидьте, покажите мне в 1 Петра 3.18 слово душа и слово ад. Нет, но мы же не все можем в Торе, мы же не можем воспринимать так, как оно есть. Вот, например, простой пример. А как мы должны это воспринимать? Некоторые детали, они же не... Есть устная, есть устная Тора, понимаете? А здесь есть устная Евангелие. И придумали устную традицию. Вопрос заключается в том... Чтобы понять, понимаете, понимаете, ведь у наших иудейских братьев есть Талмуд, а у нас есть учение отцов церкви, святых отцов церкви. Что же, они были такие глупые, что ли? Нет? Знаешь, чем отличается Талмуд? От учения отцов церкви. Знаешь, чем? Тем, что в Талмуде еще выступали против этой греческой ленистической философии. А отцы церкви, они как раз эту философию и внесли в чтение Нового Завета. И поэтому вот это вот безобразие с текстами мы имеем. В тексте не написано они говорят есть такое и вот давай мне писать. А ты что не знаешь первое Петра 3.18? Как будто я что не читал его? Вот почитайте сами где здесь душа и где здесь ад. Значит, проще говоря вот согласно вашему пониманию да, вот как вы сейчас понимаете то есть человек значит умирает и от него стоит столько холодный труп. все холодный труп закопали в землю все ну вот у нас написано никакой души никакого духа все все умерло ну что тут так уже что так говорить а как же закон сохранения энергии а как же не давайте библией все таки работать зачем зачем нам просто я хочу понять вот это место тут вопрос заключается вот в чем Андрей да не не мое понимание не мое вопрос в том что вот это давайте читать библию вот у нас библия что происходит с человеком после смерти 7 экклезиас 12 7 и возвратится прах в землю чем он и был а дух возвратится к богу экклезиаст это соломон ну и что который это страдал от депрессии ну разве ну разве теперь страдал человек от депрессии понимаете ну если человек если соломон от депрессии страдал а моисей от мании величия вот то тогда кто кому мы должны верить отцам церкви ну так оно выходит поэтому тут знаете во всей этой истории вот мы уже это разбирали меня удивляет только одно что когда Иисус Христос воскрес если мы верим в то что написано в Евангелиях в четырех Евангелиях еще в тех Евангелиях которые не вошли в Библию то там говорится о том что вот там ничего от него не было то есть пришли утром мироносицы да женщины пришли как называют православие мироносицы не знаю почему потом пришли ученики его и обнаружили что там гробница пуста да там нету никакого тела нету и вдруг он потом является первенец из воскресших да ну первенец из тех кто воскрес ну хорошо ну ну а сейчас если вот мы посмотрим то вот почему люди ну вот лежат там в земле лежат в скале да они же лежат они же никуда не воскресли ну правильно потому что Иисус показывает нам вот смотри что кстати говоря было с Иисусом по смерти написано Исайя 53 12 посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то что предал душу свою на смерть то есть душа умирает душа это как душа умирает ну если у Иисуса душа умерла а душа умерла да написано вот я читаю за то что предал душу на смерть то есть когда Иисуса распяли у него душа умерла а вот как тебе Иезекииль говорит вот смотри как тебе такое Иезекииль 18 20 душа согрешающая та умрет душа не бессмертна в Библии душа согрешающая да умрет та умрет окей ну может переносном значении учили но на каком основании я буду говорить что это переносном то есть если получается так что если это текст не совпадает с тем как я верю то я должен его откинуть или сказать что это не буквально потому что вот меня кто-то научил что душа не должна умирать а на каком основании научили что не должна умирать душа то есть Иисус душа бессмертна на каком основании это Платон учит не Библия основания в Библии сказать что есть бессмертная душа нету нету Нигде не написана такая фраза в Библии. А что Платон говорит? А Платон это понятие ввел. Вот, у него умер Сократ. И он сказал, Сократ не умер, только тело его умерло, а душа его живая. Впервые эту идею бессмертной души озвучил Платон. А знаешь, откуда он ее взял? Из Египта. Правильно, потому что египтяне учили, что у любого человека есть ка. И вот человека хоронят этого фараона, гробницу, все это там, вещи. Почему? Для того, чтобы хорошо было для его ка. Вот это вот ка египетское, оно превратилось в греческое псюхе у Платона. А в Библии ни ка, ни псюхе нет. Поэтому душа захотела мяса. Хорошо, значит, человек умирает, у него остается холодный труп. Все, доказали. Не, ну, остается холодный труп до тех пор, пока не придет Господь, и не будет воскресения. И тогда, естественно, написано, будет воскресение жизни. Вот, я читаю. Вот, как написано. Что тут таким образом, холодный, не холодный труп? Написано Евангелие от Иоанна, пятая глава. Вот, что сказано, черным по белому, Евангелие от Иоанна, пятая глава. Написано так. Истинно, истинно, говорю вам, 25-й текст, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божья. Не дивитесь всему, что находящиеся во гробах, ибо наступает время, в которое находящиеся во гробах услышат глаз Сына Божья, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Даниила, 12-я глава, и 2-й текст. Вот, многие из спящих во прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. То есть, последовательно и екклезиаст, и Даниил, и Иоанн говорит, что с происходящим. Хорошо, а когда счет откровения, что отдало море мертвых, там, ад и ад, и как там написано? Ну, давай, почитаем, ну как уже. Вот, оно же откуда-то отдало вот эти души. А при чем здесь души? А что это, откуда нет? Отдало мертвых, все правильно. Потому что есть... А 24, там, старцы, вот эти 124 запечатленных, откуда они вообще взялись? Подожди, 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 ты не мешай все это вместе. Давай начнем с моря мертвых. У тебя написано два воскресения. Воскресение жизни, воскресение осуждения. Окей. Как воскресение жизни выглядит? Откровение 20 глава. У нас написано. Блажен имеющий и свят, имеющий участие в воскресении первом. Откровение 20 глава, 6 текст. Над ними смерть вторая не имеет власти. Вот. То есть, вот они воскресшие первое. Воскресение первое. Вот. А что дальше написано? Отдало море мертвых. Да? И смерть, и ад отдали мертвых. Не написано души. Мертвых. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Кстати говоря, про ад. Если ад это уже огонь, то что его в озеро в огненное кидать? То есть, все вот эти понятия, которые 90% христиан побрали из святоотеческой теологии, они все, а библейские тексты разбиваются, как яйца куриные о бетонную стенку. Вот эти вот все понятия, за которые христианство держит. А держит, потому что не читают Библию. Не читают. Текстик один, другой, третий. Вот как 1 Петра 3.18. Бегают с ним, а вот Иисус умер, а потом, пока лежал во гробе, его душа сходила в ад проповедовать грешникам. Какая душа ходила в ад? Бывают же такие моменты, мы такое слышим неоднократно, когда после смерти, например, являются люди, которые уже умерли, и являются каким-то определенным посланием. И когда разным совершенно людям во сне является одно и то же послание от человека, который умер. А вот у нас Тора говорит об этом. Наше Реэ, 13 глава. Читаем. Если восстанет среди тебя пророга лесновидец, и представит тебе знамение или чудо. Вот то, что ты говоришь. Знамение. Явился кому-то во сне. Избудется то знамение. Но при том он скажет, пойдем в след боговы, которых ты не знаешь, и будем служить им. То есть, не надо буквально воспринимать, что не верить надо и не слушать такого правительства, пока он тебе буквально не скажет, вот тебе валы, и поклоняйся. Дураков сейчас нет таких. Понятно, что никто не проверит. Но когда мы начинаем под видом вроде бы слова Божьего пропагандировать языческую философию Платона и подгонять ее под Библию, не есть ли это тоже служение иным богам? Нет. А да. Что тогда сегодня служение иным богам? Что? Если не вот эти идеи, которые сегодня в христианство пришли из абсолютно языческих философий, непонятно каких. Это как раз вот так оно и было. Если посмотреть на того же царя Ахава, который звал Иосифата. И он прекрасно знал про Бога, он считал себя частью израильского народа, он считал себя потомком Авраама. Но одновременно с этим в вашу Израиль он превратил. И каких пророков наприводила ему женушка его и Изавель. Последствия были. Кости лизали. Собаки его кости облизывали. Вот этим закончил свою жизнь Ахава. Учитель, но... И я скажу. Остается много, 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 много вопросов по поводу того Самуила, когда Шаули взывал и когда явился Самуил. Что-то меня потревожил. Слушай, Самуил, Самуил. Кто вызвал Самуила, скажи, пожалуйста. Колдунья. Ведьма. Ведьма. Написано, опять же написано в Таразаконии 18 глава. Если будет у тебя ворожея и так далее. Мерзок делающий это. Нет, ну так вот... Так, извините. Саул же сделал это. Он уже всех повыгонял. И в конце концов оказался в такой ситуации, когда он оказался без борьбы защиты. Когда... Так был ли это... Божья ушла от него. Так был ли это Самуил? Или может быть это кто-то? Реальность которого очень многие христиане не признают. Нет, ну кто-то пришел. Кто это пришел? Однозначно не... Дух Самуила? Что-то меня подрожил. Да? Дух Самуила? То есть, оказывается... А там же написано так. Нет, извини меня. Там же написано так. Хорошо, Андрей. Что написано, Экклезиас 12? Дух уходит к кому? К Богу. То есть, Дух Самуила был у Бога или где-то в другом месте? Не, ну нельзя же так вот... Вот так. Там дернуть, там дернуть. Не, не. Где был Дух Самуила? Скажи мне. Если написано, Дух уходит к Богу. Как могла мерзкая колдунья, о которой Бог сказал, взять у Бога Дух Самуила? Ну как она могла? Это что за Бог тогда такой? У которого всякие шаманы могут забирать Духи людей и вызывать их. Неужели... Хорошо. А как тогда вот этот вот Дух чего-то, кого-то мог сказать очень правильные вещи в ответ? Точно так же, как эти лжепророки говорят правильные вещи. Потому что есть Бог и есть дьявол, который обманывает. Дьявол обманул Саула и Саул дошел до ручки и погиб. Дошел, да. Дошел до ручки, потому что, извините... Нет, ну вот, хорошо, вот... Получается... Учитель, вот стоит... Проблема в чем? Нет, проблема большая. Стоит Саул. Стоит эта колдунья. И вдруг вот это, вот это, вот это начинает говорить совершенно правильные вещи. Правильно, потому что... Реально. Кто это говорит? Ведь это Саул не мог сказать. И колдунья не могла это сказать. Она же простая ведьма. А кому эта ведьма служит? Богу или дьяволу? А это еще другой вопрос. Вот это главный вопрос. И если Саул пошел на дьявольскую сторону, что он может ожидать? Почему Бог это запретил? Это серьезная проблема, которая сегодня... Я скажу так. У меня был хороший друг один, известный иудейский публицист, учитель Торы. Очень ортодоксальный иудей. Мы с ним так очень серьезно говорили об Иисусе. И, к сожалению, мы не сошлись. Но не проблема была ни в Иисусе. Мы не сошлись с ним на том, что он начал говорить, что, оказывается, ему можно вызывать духов. Его можно... Нет, вы должны каполист. Правильно. Так вот оно то-то и есть. Понимаешь, почему у меня в Кабале я когда-то обидел кое-кого из христиан. Удивительно. Для меня был такой сюрприз. Но еще на 10-10 мы были с нашим хорошим другом Владимиром Юдиным. И Владимир Юдин мне такой сказал вещь, что Кабала это такая прекрасная вещь. А я ему как высказался в ответ. И я обидел кое-кого. Кое-где. Учитель, объясни. Людей, которые были не евреи, а христиане. Меня это... Я был шокирован, что я не евреев обидел. Я обидел христиан. Да. Вы очень обидели христиан. И я скажу, что мне... Это повергло меня в шок, что христиане так спокойно могут заигрывать с дьяволом. Вот это для меня беспокоит. Почему у всех моих уважаемых учителей есть книга Зогар? Почему эта книга Зогар есть у меня? Отрывочки ее. Значит, чего-то мы все-таки там находим. Да что там находишь? Ты изучал эту книгу серьезно? Нет, серьезно не изучал. У меня есть Притскеровское издание. Все 12 томов книги Зогар. Научный академический перевод. Вот, пожалуйста. Но я тебе скажу, есть... Знаете, почему на вас есть? Чтобы другие не покупали. Я тебе другую историю расскажу, Андрей. Я тебе другую расскажу историю. Меня проводил у моего хорошего коллеги, друга во Флориде, Джеффа Заремского. Проводил программу. Он решил... Ну, я сказал, я хочу говорить про кабалу и про историю. Про все вот эти вот вещи. В том числе вызывание духов и все эти другие вопросы. И я тогда ему это, значит, начал рассказывать. Дошли мы до истории создания книги Зогар. Подходит ко мне один дядечка, американец. И такой говорит, значит, я-то этот сет Зогаровский-то купил уже давно позже. А у вас на английском языке перевод? Конечно. Там еврей, там английский. Это академическое издание. Ну, как говорится. Понятно, что это академическое издание. Так вот этот дядечка, который не имеет академического образования. Большой он мне говорит, я потратил 3000 долларов, купил эту книгу Зогар. Вот, все 13 томов. Только я не понимаю, зачем я это сделал. Я начал ее читать, и я не понимаю там ни одного слова. Понимаешь? А что ты, ну, он должен сначала был изучить Тору. Он должен сначала был изучить Пророков. Да при чем здесь Тору, Пророков? Нет, это надо совершенно другие вещи изучать. Для того, чтобы хотя бы начать понимать, откуда ноги у этого Зогара растут, надо хотя бы почитать пару книжечек Герша Машолома. Вот, например, его книга «Классический труд» на русском языке. «Основные направления иудейской мистики». Разобраться с историей вопроса, а не просто прыгать. Когда вот это вот сегодня христиане без всякого образования, без ничего, начинают вот эти книги покупать и читать, мне это напоминает умников, которые с вышки пятиметровой в бассейн прыгают. Только в бассейне вода не налита. Учитель, знаете, какой я сегодня интересный вывод сделал? Я сделал сегодня вывод такой, что наши мессианские братья-евреи, мессианские христиане... Да, ты правильно сказал, не евреи, христиане. Да. Мессианские христиане. Верят в существование души. Они верят, понятно, и они верят в кабалу. Ну, некоторые, это меня очень серьезно беспокоит, потому что... Как все у вас. Учитель, знаете, у нас впереди еще одна программа, у нас получилась сегодня очень интересная дискуссия. Я думаю, что есть много вопросов, на которые мы еще будем отвечать и будем дискуссировать, правда? Ну, еще бы, да, я надеюсь. Ну что ж, я бы хотел, чтобы немножечко успокоились. У нас сегодня ты в меня решил пострелять артиллерией текстов из Нового Завета. Ну, я рад, что ты в меня пострелял этим, потому что я думаю, что... Мы не обиделись, да? Нет, что, я наоборот считаю, что это полезно нашим слушателям и зрителям было послушать и посмотреть на эти тексты внимательно, но что там реально написано, а ничего там не написано. Будем молиться, учитель. Благословен Господь Бона, Царь Вселенной, Который даровал нам Тору истинную, и глаголы жизни вечной в ней есть. Благословен Господь, дарователь Торы. Амин. Печаение О Израил Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok